И сегодня стало известно о расформировании другого добровольческого батальона, задействованного на юго-востоке Украины, Торнадо. Бесчинство его боевиков в Луганской области достигли такого уровня, что дальше закрывать на них глаза уже было невозможно. По сути, подразделение превратилось в преступную группировку, которая занималась похищениями людей, убийствами, изнасилованиями, пытками и разбойными нападениями под прикрытием борьбы с контрабандной. В ходе чистки рядов силами Департамента внутренней безопасности Украинского МВД и Главной военной прокуратуры задержаны 8 человек, служивших в скандальном батальоне, в том числе командир роты патрульной службы. В юго-востоке Украины подозревают в организации преступной группировки, захвате людей, а также в пытках задержанных. Все свои действия подконтрольные Киеву бойцы снимали на мобильные телефоны. Губернатор Луганской области Геннадий Москаль заявил, что необходимо разоружить батальоны «Торнадо» и «Чернигов», а также расформировать их и вывести за пределы Луганской области. И сегодня глава МВД Украины подписал указ о расформировании «Торнадо». Зато стало известно, с кем воюет украинская милиция на подконтрольной Киеву территории Луганской области. СМИ сообщили об аресте командира и семерых бойцов батальона «Торнадо». Подчиненные Руслана Онищенко оборудовали настоящую камеру пыток, где избивали и насиловали задержанных граждан. Все происходящее при этом снимали на видео. Членами этой преступной организации на базе рот и милиции были оборудованы потайные места в подвальном помещении общеобразовательной школы города Приволье. Также там были приготовлены средства, которые применялись для совершения насильственных действий, нанесения побоев и телесных повреждений гражданам, которых незаконно задерживали. Детально рассказывать о том, что перенесли эти люди, просто не поворачивается язык. За коллег вступились бойцы других подразделений и радикальные активисты. Мол, гонения на «Торнадо» начались из-за того, что батальон активно боролся с контрабандой и конфликтовал с властями Луганщины. Вот только в его составе много людей, ранее имевших проблемы с законом и составлявших костяк батальона «Шахтерск». Его разогнали за дискредитацию МВД. Сегодня Арсен Аваков подписал приказ и о расформировании «Торнадо». Однако судьба одного отдельно взятого подразделения милиции ничего не решает, если ненависть к собственным гражданам возведена на Украине в ранг государственной политики и подпитывается предложениями радикалов.